Привет, родные! В эфире новости Родины и я, Артем Гурев, с обзором главных событий за прошедшую неделю. Главная команда дважды за неделю сыграла в ничью. В среду подопечный Франко Артиги открыли счет в матче против Тюмени, но соперник смог уйти от поражения. 1-1. Против Тульского арсенала сценарий повторился. Несмотря на гол Мухаммада Султонова, в самой концовке достигнуть победы не удалось. На этой неделе у МЛБ Первой лига наша команда дважды сыграет на выезде. В среду против Алании, в воскресенье с КамАЗом. В Уфе прервалась пятиматчевая беспроигрышная серия Родины 2. Данила Шилов вернул интригу в матч, но на его гол соперник ответил трижды. Продолжим выступление в Золоте второй лиге в субботу домашним поединком против двойки Краснодара. Во второй лиге дивизиона Б в очередной раз порадовала наша молодежка. Учинив разгром Красноярскому Енисею 2, благодаря голам Михаила Цепуштанова, Дмитрия Малыгина и Никиты Еременко 3-0, Родина М после пяти туров идет на втором месте. Шанс вырваться в лидеры будет в Орехово-Зуево, где подопечные Филиппа Соколинского сыграют против Знамя Труда этим воскресеньем. В Южеской футбольной лиге в прошедшем туре нашим соперником был Зенит. Командам 2008-2009 года рождения против представителей Северной столицы удалось отличиться лишь однажды. Дебютным голом в ЮФЛ-2 отметился Артем Глотов. Этого оказалось недостаточно для победы, которая осталась за Санкт-Петербуржцами 3-0 и 7-1. А вот в матче с участием команды 2007 года рождения подопечные Андрея Черниговского совершили камбэк. Перед перерывом Тимур Шарапов успешно реализовал пенальти, а во втором тайме отличился Артем Аверьянов. Итогом игры стала ничья 2-2. В следующем туре ЮФЛ сыграем в гостях против ФШМ, в то время как младшие представители Академии примут ФШМ дома на Спартаковце уже в клубной лиге. Матчи состоятся в субботу. Сыграют против команды из Лужников и коллектив под руководством Вадима Борица. На данный момент команда 2011 года рождения принимает участие в турнире «След на земле». В Казани родные с максимальным результатом заняли первое место на групповом этапе. Открыли счет наши ребята и сегодня в полуфинальном поединке против хозяев турнира. Но два мяча в исполнении Рубина оставили нам шансы только на бронзу турнира. Матчи за третье место завтра сыграем против Крыльев Советов. Пока же остальные представители младших возрастов Академии порадовали результатом матчей против Юность Москвы Торпеда. В субботу максимального результата достигли команды с 2012 по 2014 год рождения. В воскресенье победу одержали родные 2010 года рождения, которые уже в среду на «Спартаковце» сыграют против Торпеда на кубок среди команд спортивных школ, клубов ФНЛ. Помните, что ваша поддержка очень нужна нашим командам. Приходите на матчи и будьте с родными. Это были новости Родины. Увидимся через неделю. До скорых встреч. Продолжение следует...